Всем добрый день, с вами Игорь. Сегодня мы будем считать, сколько мне обошелся мой тепловой насос по деньгам. Потому что часто в комментариях спрашивают меня, сколько стоит сделать самому такой тепловой насос. Я вам сразу скажу, намного дешевле, чем заводские варианты модели, и делать это не сложно, это как наипростейший холодильник, вариант такой, или кондиционер. Короче, не сложно совсем его собрать самому. Не вижу смысла переплачивать за него такие деньги, за заводские. Не за что так сказать. Так, все расходы я разделил на три части. Первое, это скважины, и все по водяному контуру. Вот, тут у меня, ну, все, что по воде, вот, где циркулирует вода, вот этот я пункт земляные работы, скважины включил. Вторая часть, это комплектующие теплового насоса, и все по фреоновой части, там, где циркулирует фреон. И третья часть, инструмент для сборки. Ну, вот этот, вот, инструмент для сборки, и тут у меня вопросительный знак стоит, такой жирный. Нужен ли он вообще, этот инструмент, если, ну, я-то покупал его, но если у вас есть, там, где найти холодильщика или кондиционерщика, может, у вас такомый какой-то такой есть понимающий, он вам все это сделает, спаяет, заправит и отрегулирует, и намного будет быстрее и качественнее, и вот эти вот расходы третьего пункта даже и не надо будет. Ну, то таке. Короче, дойдем еще до этого. Так, начнем с первого пункта, скважины и все по воде. Так, была закуплена труба полиэтиленовая 25-я, это вот такая вот труба, вот она, вот, на испаритель она была куплена, на скважины, всего 100 метров я ее купил, бухту 100 метровую, это вообще, кстати, полиэтилен это технический, его берут на, в основном на кабель-трассы прокладывают, его на воду, ну, разве что на полив берут, на полив, да, но я с нее и не пью, с этой трубы у меня колодец есть для воды, а это у меня специально для, только для теплового насоса, она вода такая железная, ее пить нельзя. Так, взял, это купил я, это и 100 метров, бухту, у меня пошло где-то 60 или 70 метров еще и осталось, ну, по 2 гривни 30 копеек метр, это 230 гривен получилось метр у меня, бухта от этой трубы, так, 230 гривен, так, еще была куплена полиэтиленовая 50-я труба, ну, это всадная в скважину, то есть, делаем, собственно, саму скважину, опускаем сначала 50-ю полиэтиленовую с фильтром, а туда уже входит вот эта вот 25-я труба, там, с клапаном, с ершом, ну, понятно, думаю, вот, такой трубы я купил 16 метров, 2 куска по 8 метров, у меня вода недалеко, здесь неглубоко, 2 куска по 8 метров, но она у меня немного глубже получилось, потому что я опустил их до уровня траншеи, вверх трубы вот этой 50-й, и потом опустил трубу, и все, засыпал землей, ну, там, заизолировал, чтобы земля туда не попадала, и засыпал землей, что у меня, то есть, у меня скважины не видно, где они, они над землей нигде не, их нет, они все закопаны, вот эта труба мне обошлась 256 гривен, а, еще момент интересный такой, что, когда я сверлил эту трубу сверлом на 10 по металлу, там такие и на входе, и на выходе получались такие заусинцы полиэтиленовые, червячки такие, вот, вот, их надо очень тщательно счистить, очень тщательно обчистить, и снутри особенно, снаружи там не проблема их счистить, а вот внутри, вот, у меня там они остались, они много, я подумал, так же, палкой их чистил там внутри, думаю, раз они так держатся, то не отпадут, они отпали, потом попали в клапан, вот, и через 2 недели уже у меня перестало держать клапан в воду, пришлось раскапывать, хорошо, что летом это все было, поэтому на это обратите внимание, счистить все заусинцы, тогда будете сверлить дырки под фильтр в этой полиэтиленовой трубе, так, сетка нержавеющая для фильтра, ну, это в рулонах такая сетка продается в метровой высоте, и там длина я не знаю сколько, надо просто посчитать, сколько вам надо обвернуть ее, мне она на 2 фильтра обошлась 250 гривен, такая сетка, вот, сам ее оборачивал, кстати, интересный тоже момент, можно ее крепить к трубе, вот, такими вот капродовыми стяжками, вот, они очень хорошо держат, так, ввернули сетку, раз, вот, эту стяжечку обкрутили, затянули хвосты, потом пооткусывали, там, ну, и густо их, так, надо где-то 4-5 сантиметра между вот этими стяжками делать, чтобы, ну, так будет лучше, они недорогие эти стяжечки, так, сетка, оборудование для пробивки скважин, ну, я брал ее в аренду, там, один алкаш сдает его, ну, он раньше делал скважины, потом что-то забухал, а сейчас у него просто сдают в аренду за деньги, там, приедут к нему, заберут это все, там, обсадные трубы, там, тросики, эти вот, ложки, всякие там, ну, все, тренога, вот, ну, короче, в день у нее там выходит, там, короче, я уже не, у меня 2 дня она была, ну, 300 гривен я заплатил, вот, за 2 дня аренды от это все оборудование, ну, вышло намного дешевле, конечно, тут я сэкономил, там, в принципе, нечего вдвоем только надо делать, 2 человека, там, легко, за день-два, 2 скважины сделают, так, дальше клапан, плюс ерш, плюс 2 хомута, ну, это вот на эту трубу, мы крепим клапан, ну, ерш сначала впихиваем туда, там, или как вы уже сами придумаете, клапан, и опускаем в скважину, а ту, что мы будем сбрасывать воду, ту скважину, то там, вообще, ничего не надо, просто трубу опустили, и все, земляные работы, 0, ну, что, я сам все копал, заводил, вот, эту, вот, трубы, тут прокапывал, тут воду заводил, все, я вам скажу, это самый такой, вот, этот пункт, эти вот, земляные работы, скважины, вода, вот, это самый тяжелый, так сказать, по труду, не по деньгах, не, по труду, вот, такой, самый объемный труд, вот, такой затратный, да, тяжелее всего это сделать, это летом надо делать, сам тепловой насос, тут нечего паять, тут 2-3 часа, и все спаяно, а вот, тут, это земляные работы, это сложно, так, полиэтиленовые фитинги, краники для пэт-трубы, ну, вот, это для этой трубы было, я купил, там, 2 колена, до насоса, краник, тройник, тройник на испаритель, вход, выход испарителя, тройник, я их показывал, там, у меня есть видео, самое дешевое отопление, там, эти все тройники, как они там, кручиваются, сейчас я показывать не буду уже, смотрите, там, серия видео, есть, как его собрать, тепловой насос, там, все подробно, сегодня мы по цене проходимся, по стоимости, так, насос, насос, который будет перекачивать у вас скважины в скважину воду, прокачивать через испаритель и отбирать, у которой воды будет тепло, вот, на этот насос обратите особое внимание, чтобы он был как можно менее мощный, чтобы он, как можно меньше тянул электричество, потому что, вот эти вот все расходы вашей системы электрические, они, чем больше эти расходы по электрической части, тем меньше у вас коэффициент эффективности теплового насоса, ну, я самый такой нашел, 110 ватт, меньше я не нашел, вихревого типа насос, 913 гривен, мне обошелся, вот, и теплоаккумулятор, я еще в этот пункт включил первый, теплоаккумулятор у меня стоит за стеной, за вот этой, там, сделанный он из листового металла, я ее показывал, тоже, по-моему, в четвертой части, про конденсатор серии, самое дешевое отопление, я помню, в четвертой части, или в третьей, я уже не помню, вот, показывал теплоаккумулятор, теплоаккумулятор, это хорошая вещь, ну, можно сделать просто вот такой теплообменник, тоже на нагрев, подключить его, труба в трубе, и подключить его к системе отопления, так будет дешевле, но теплоаккумулятор мне лучше, потому что я изначально задумывал поставить двухтарифный счетчик, чтобы, там, он больше, тепловой насос работал ночью по дешевшему тарифу, и меньше днем, это позволяет как раз сделать теплоаккумулятор, плюс, с теплоаккумулятором меньше, как бы, пусков самого компрессора, а это для компрессора, ну, вот эти вот пуски, это самое, запуск, еще и холодную, когда на холодную, это самый такой плохой момент для компрессора, самый тяжелый, так сказать, момент в его жизни, если так можно выразиться, вот, короче, всего у меня получилось 3393 гривны, это по скважине и по водяному контуру, вот это вот все, что у меня получилось, да, вот как-то так, ну, может, тут можно на чем-то сэкономить, может, у кого-то дороже выйдет, у кого-то дешевле, тут уже каждого индивидуально оно получается, так, еще, вот у меня попросили показать, под конец я вижу уже времени нет у меня на остальные части, поэтому мы разделим это видео на две или три части, эту стоимость, а сейчас я покажу принципиальную схему моего теплового насоса, потому что там, ну, вот так вот, если показывать, тут не совсем понятно, что откуда вытекает, куда подключается, ну, вот, поэтому попросили меня вот такую нарисовать схемку, и так, чем бы ее показывать, вот это у нас компрессор, видно, да, компрессор, это, я ее не зря в самой верхней части нарисовал системы, потому что он и должен быть для самодельных систем, лучше всего делать ее в самой верхней части, чтобы при простой системе, когда он стоит, компрессор, не сконденсировался и не стек в компрессор жидкий фреон, потому что тогда при запуске может разбить клапана, то есть жидкий фреон попадать в компрессор никак не должен, и так, вот стрелками это движение фреона, идем по часовой стрелке, вышел с компрессора фреон, зашел, вот тут такая просто, ну, спираль у меня навитая, двойная медная труба, это теплоаккумулятор на 400 литров, вот он зашел в него, с теплоаккумулятора тут у меня стоит циркуляционный насос в систему отопления, а здесь обратка из системы, вот, прошел, короче, конденсатор, отдал свое тепло, тут у меня этой трубы два куска по 15 метров, двойная такая труба, так, вышел фреон из теплоаккумулятора, вот, и следующий орган, это фильтр-осушитель стоит, вот здесь вот он отфильтровался, если там влага есть, там, что-то такое всякое, фильтр-осушитель ставится перед ТРВ, дальше идет фреон, смотровое стекло, ну, смотровое стекло, оно надо, не надо, ну, в принципе, на работу теплового насоса никак не влияет, только что смотреть можно, ну, там, по заправке можно, помогает немного правильно заправить, и показывает, есть ли влага в системе, там, индикатор такой тройной, вот, там, по цвету можно определять, есть влага в системе, нет, или нет. Дальше фреон вышел и зашел в ТРВ, вот, это термо, как он там расшифровывается, терморегулирующий вентиль, вот, ТРВ, вот это здесь он связанный с термобаллоном, термобаллон ТРВ прикручивается за испарителем, ну, это мы еще дойдем до него, вот, с ТРВ он вышел, тут сбросилось давление, вот, он, как бы, ТРВ делит систему на две части, высокого и низкого давления, то есть тут у нас высокое давление, тут уже низкое, вот, ТРВ расширился, охладился, и вот здесь он опять, мы его начинаем нагревать водой со скважиной, это испаритель, вот, ну, у меня испаритель труба в трубе, но я его нарисовал тоже, как бы, ящиком, чтобы понятнее было, вот, сверху у меня входит скважинная вода плюс 11, снизу выходит вода плюс 8 с испарителя, то есть я забрал 3 градуса с этой воды, проток у меня около куба в час через вот этот испаритель, вот, вышел с испарителя этот фреон, уже нагретый до, ну, не плюс 11 он выходит, там где-то плюс 10, даже может быть и меньше, где-то так, плюс с 10 градусов, и вот этот, здесь вот ставится как раз и этот термобаллон ТРВ, и заходит потом этот опять в компрессор, то есть круг завершился, цикл законченный, вот так вот, и пошло опять по новому кругу вот этот весь фреон, тут у меня еще есть рекуператор, рекуператор это вот этот вот отрезок трубы, это, по-моему, да, вот этот вот отрезок тут, с конденсатора до фильтра 2 метра, смотанный, как бы, переплетенный плотно с вот этим отрезком, последний 2 метра испарителя, смотанный плотно с последними двумя метрами конденсатора, я рассказывал о нем тоже в самом дешевом отоплении, для чего он нужен этот рекуператор, как он делается, ну, самая такая простая система, вот такая вот принципиальная схема, очень простая, эффективная, и все, она работает, вот, ну, на сегодня, наверное, все, то смотрю, уже затягивается мое видео, я не люблю такие длинные, я и сам их не люблю смотреть длинные видео, и сам не хочу и делать вам, чтобы не нагружать вас, так сказать, за раз слишком много, все, в следующей части мы будем дальше рассматривать стоимость моего теплового насоса, это уже фреоновую часть, все, всем пока!